вопрос достаточно странный для меня я человек который является всего лишь музыкантом и наверное роль которого заключается в том чтобы для людей которые любят творчество делать жизнь более веселой более ну как бы в чем-то давать им залог хорошего настроения состояния вот и все и ответить если какая-то национальная идея или нет как мне кажется в россии в принципе никогда как таковой особо не существовало здесь люди всегда были более духовными которые всегда ходили в церковь которые всегда верили в чудеса во что-то такое вот невероятно у нас даже сказка все таки необыкновенно вот у нас всегда как-то больше живут понятием любви единственное что конечно дав мир меняется он всегда меняется и порой нам кажется что мы идем сейчас в никуда ну что сейчас какой-то бардак что сейчас ничего нету но всегда рождается идея она всегда рождается в хаосе вот и как мне кажется если сейчас ее нету как таковой то она однажды появится но наблюдая всегда за людьми еще когда работала подростковые годы парикмахером бегала по квартирам я замечала что все абсолютно женщины мужчины все хотят любви все хотят быть счастливыми и как-то ни у кого не стояла материальная забота всегда на первом месте первичным всегда стоит все таки любовь душа на втором месте какой-то материальный достаток и как-то вот умудряются нас найти с милым рай в шалаше у нас вот этот вот вот эта вот фраза она очень хорошо работает на людей и мне кажется что у нас самое главное это все таки любовь лишат людей религии лишат людей веры бессмысленно это утопическая идея вот потому что здесь люди не роботизированы здесь люди более аморальные несмотря на то что сейчас как бы рассвет идет наоборот аморальности но как раз вот в этой аморальности как мне кажется выработается четкое понятие все-таки того как человек хочет жить потому что нельзя построить мораль на установках и указаниях это нельзя это не нужно человек должен сам выбрать что ему нужно он должен наверно в каком-то в каком-то возрасте побыть аморальным быть более что ли таким порочным чтобы потом вот в процветании в нем вот этой порочности он выбрал для себя самооценное и как правило вот самыми святыми становятся люди которые прошли все понимаете и медные трубы и огонь и воду вот они потом выходят на некий определенный новый уровень и как мне кажется что все равно каждый человек в зрелом возрасте он понимает он находит для себя определенные ценности и начинает следовать и потому как мне кажется что все таки любовь она ведет впереди всего и именно в нашей стране как-то вот она очень сильно развита